Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать! Ребята, сразу с места в карьер! Меня спрашивают со временем, что за игра в видеоряде. Это эксклюзив Sony Playstation 4, называется Order 1886. Просто великолепная игрушка, с великолепной графикой. Знаете, просто приятно за персонажами наблюдать, насколько все интересно, проработанный сюжет. Вот ради таких игр, в принципе, хочется купить приставку, хочется купить саму игрушку, даже дорогую, и поиграть в нее. Вот такие вот проекты двигают вообще индустрию куда-то, желание просто играть. Часто выходят какие-то, нашумеешь игры, поиграешь немножко, а дальше никого интереса нет. Ну, разговор немножко не об этом, просто часто задают вопрос, что за игра. Я как бы решил прямо вначале ответить. Ребята, все мы знаем, что вот вышли свежие карты, должны выйти процессоры. Карты вышли от 3080, 3090 Nvidia. Должна выйти в конце месяца официально карта 3070. Их ни хрена в продаже нет. Я попытался заказать карту 3080, потому что когда был релиз, я как бы даже сказал, может, даже возьму 3080. Ребята, за 27 тысяч гривен этих карт нету, где есть в магазинах такие цены, это около 900 долларов, их нету. Но за 35 мне перезвонили через полчаса и предложили на понедельник уже эту карту привезти в Одессу, чтобы я купил ее. То есть за 900 долларов этой карты нет, а за 1320 долларов эта карта есть. Ребята, я скажу честно, я слишком уважаю свой труд, потому что деньги не достаются так просто. И я не могу просто позволить тебе потратить такие огромные деньги за карту, которая достаточно интересная, образовательная, хорошая. Но этих денег она не стоит однозначно. Все имеет свою цену. Это слишком дорого, я думаю. Итак, ребята, это так вкратце, как бы новости такие дал. Если на карту 3070 цена рекомендуемая 500 долларов, если она будет где-то продаваться в долларах 700, я думаю, что эту карту приобрету для тестов на нашем канале. И мы увидим тесты, на что способна эта карта. Но мне кажется, что, скорее всего, карту 3070 постигнет та же самая участь, что и карту 3080 или 3090. Я готовлю такой интересный ролик на тему, куда пропали карты 3080 и 3090. Следите, пожалуйста, за анонсами. На днях выложу, будет интересно посмотреть. Ребята, что хочу сказать по поводу процессоров новых от AMD, которые должны выйти в продажу, появиться в 5 ноября этого года. Я решил приобрести процессор 5600X для канала, чтобы взять, потестить его. Специально приобрел к нему в пару процессор 3600X, с которым я планирую устроить соревнования. Так ли хороши новые процессоры от AMD 5600X по сравнению с процессором 3600X. Насколько производительный процессор будет отличаться производительностью одного процессора от другого. Я собираюсь протестировать на двух картах эти процессоры. На карте 5500XT и 5700XT. И посмотреть, насколько производительной будет карта с одним процессором или с другим. И так ли все хорошо, как нам рассказывает AMD. Поскольку карт зеленых Nvidia нет в продаже, и взять их просто невозможно. Ну за 35 тысяч, ребята, за 1320 долларов, вы меня простите, я не могу себе позволить потратить такие деньги. Я думаю, что мало кто из вас собирается это покупать, если даже было возможно, за такие деньги. Но это очень дорого. Я надеюсь, что с картами красных после релиза 28 октября этого года будет обстоять дело веселее. И может быть получится взять карту новую 6000 линейки, так называемый BigNavi. И посмотреть, так ли он хорош, как мы на все надеемся. Если цена будет адекватная на саму карту, я не знаю, почему она будет продаваться, какая будет заявленная стоимость на эту карту. Но я обещаю, даю твердое обещание, что я возьму карту красную, если с ними будут обстоять продажные дела, как бы поживее, и можно будет их купить. И мы посмотрим, насколько они будут интересны. Ребята, я для NUS-канала решил приобрести, и, конечно, в свое пользование, естественно, 4К телевизор. И буду проводить тесты процессоров и карт в разрешении Full HD, 2К и 4К. И показывать, как себя ведут разные карты в разном разрешении. Скажу честно, мне интересно, как поведет себя карта 5600 XT, которая карта начального уровня. Хотя бы на низких настройках, подтянет она 4К разрешение или нет? Вот это мне интересно. Я думаю, что на высоких и на средних, я думаю, что она просто не подтянет. Ребята, вот такие вот новости, вот такую вот превьюху я даю на ближайший месяц-полтора на своем канале. Значит, скажу так, что процессор 360X уже заказан. Он на днях будет лично у меня. 4К телевизор, я думаю, тоже на днях будет приобретен. Вот. Потом, я думаю, следующий шаг это будет покупка процессора 5600X. И следующий шаг будет покупка карты от AMD семейства Bignavi, так называемой, 6000 линейки. Я думаю, что я хочу, я, ребята, просто возьму топовую карту. Я посмотрю, правда, сколько она будет стоить. Если цена будет адекватна и будет продаваться по адекватной цене, более-менее, я ее приобрету и мы посмотрим, как она себе, насколько они будут хороши. Вообще, как бы, что расскажут нам сначала, конечно, интересно было послушать, что расскажет нам Лиза Су 28 октября, когда будут эти карты представлять. Вот такие вот, ребята, новости. Вот такой вот додал превьюху. Мне очень интересно, что вы думаете по этому, по всему. Как вы считаете? В общем, стоит ли вообще заниматься вот такими вот сравнительными тестами, там, процессора 3600X и процессора 5600X? И стоит ли покупать карту от красных Bignavi или лучше дождаться какой-то устаканивания цены на карту, на карты 3080, 3070 и взять там зеленую карту? Потому что, ребята, я, как бы, у меня финансы не безграничные, как бы, они есть, но не безграничные. Я могу потратить там на нужды канала какую-то определенную сумму денег, как бы. Я давно уже ничего не покупал, как бы, и деньги какие-то у меня есть на это дело. И я, как бы, решил, как бы, проспонсировать сам себя, свой канал. Ну, что мне самому интересно, сколько это все производительно, насколько процессор производительный, сколько видеокарты производительный. Это все интересно, я думаю, и вам тоже. И как бы сделать полностью разбор всех и карт, и процессоров на атомы. И выдать свое личное мнение, стоит вообще это покупать или нет. Стоит ли они к покупке или нет. Вот такие вот, ребята, новости. Еще раз прошу вас, большая просьба, ребята, что вы думаете по этому вопросу, по всему. Потому что я рассказал. Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Нужно это, не нужно. Или вы скажете, что это не надо. Мне просто интересно, как вы к этому отнесетесь. Потому что затраты предстоят немалые. И если, допустим, они не надо, допустим, интересен только процессор, напишите, что карта это фигня. Лучше возьми зеленую, возьми лучше процессор 5600X и посмотри, как он будет себя вести. Ну, ребята, в общем, все зависит. Не все от вас, но многое зависит, конечно. Потому что вы, как бы, своим, вообще, активностью своей, как бы, меня подпитываете на какие-то действия. Ребята, спасибо большое, что на последний мой ролик по поводу релиза процессоров от AMD вы откликнулись. Там очень такая живая дискуссия развернулась. Очень приятно все это было читать. И я вижу, что смотрят меня достаточно умные и приятные ребята, с которыми очень интересно общаться. Там иногда, если у кого есть какие-то вопросы, какие-то вопросы, что-то помочь чем-то, пожалуйста, обращайтесь всегда, если у меня есть время. Если я смогу, я всегда помогу. Ну, что, ребята, в конце хочу сказать, как обычно, гости, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Если, ребята, если вы считаете, что я иду в правильном пути, пожалуйста, поддержите меня лайками. Покажите, что я веду себя правильно, что вы от меня ждете этого, и чтобы я понимал, что, как бы, есть какой-то отклик. Вот. И, ребята, пожалуйста, берегите себя. Непростая ситуация. Вы видите, с каждым днем число что-то заболевшегося увеличивается, увеличивается. Вот. И, пожалуйста, я прошу вас, берегите себя. Дай вам Бог всем здоровья вашим близким. Ребята, всего вам доброго. И до новых встреч. Попробуй достать отсюда.